Рецепт сырной закуски для символа наступающего года. Сначала я сделаю соус и для этого я беру 200 миллилитров апельсинового сока свежевыжатого и добавляю к нему 20 граммов сахара примерно столовая ложка. Ставлю все на плиту, довожу до кипения и растворения сахара и увариваю в два раза. Вместо сахара можно использовать мед, его можно добавить после уваривания. Также в соус можно добавить кусочек корицы или 1-2 бутона гвоздики. Кладу в измельчитель 50 граммов грецких орехов. Добавляю к ним 100 граммов кураги. Я ее предварительно на час замачивала в теплой воде. Смотрите, по своим сухофруктам они должны стать мягкими. Можно сложить и сразу все, но так технике легче и масса получится более однородной. Сюда же добавляю 50 граммов твердого сыра, нарезанного кусочками или натертого на терке, и 100 граммов сливочного. Но здесь можно поэкспериментировать и заменить часть сливочного, например, мягким голубым сыром, если вы его любите, или часть твердого, твердым голубым сыром, ну или попробуйте еще какие-то другие варианты. Измельчайте начинку до того состояния, которое вам нравится. Кто любит более пастообразное, измельчайте в однородную массу, а можно оставить так, чтобы чувствовались кусочки орехов. Начинка должна быть густой, ее консистенцию вы можете регулировать добавлением сухофруктов или сливочного сыра. Ее можно сделать накануне праздника, и она прекрасно пролежит ночь в холодильнике. Попробуйте, что у вас получилось, здесь тоже можно поиграть вкусом. Например, добавив немного меда и пока уберу начинку в холодильник. Точно по такому же принципу я сделаю начинку с черносливом, я делаю два вида, но вы можете выбрать тот, который вам больше понравится. В черносливу я не буду добавлять голубой сыр, а в качестве твердого добавлю пармезан. Кстати, со сливочным сыром тоже можно экспериментировать. Можно вместо него или вместо части сливочного сыра добавить какой-либо другой мягкий сыр, например, камамбер. Эта начинка также может постоять в холодильнике, когда соус уварился в два-два с половиной раза, снимаю его с плиты и дам остыть. Теперь я беру пластины сыра, то есть или уже нарезанные или нарежьте сами тонко и разрезаю на прямоугольные полоски. И еще раз пополам разрезаю эти полоски. То есть в итоге у меня получаются такие длинные прямоугольники высотой два с половиной сантиметра. Дальше я поступаю так, беру начинку, примерно чайную ложку, укладываю ее на сыр и полоску скручиваю. Дальше делаю то же самое с другой начинкой. Если у вас одна, то делайте с одной и так со всеми остальными. Можно наполнять таким образом. Переложить всю начинку в кондитерский мешок. Сделать отверстие шириной с полоску. И дальше так. Сыр для оборачивания лучше заранее достать из холодильника. Он будет более пластичным. Перед подачей на стол. Неплохо закуску на полчаса поставить в холодильник, чтобы сыр лучше держал форму. Теперь можно вспомнить про мышек. Я беру перепелиные яйца, чтобы это были мыши, а не большие крысы. И с помощью трубочки сделаю отверстие для глаз и носа. Ну и для хвоста, конечно. Не воспринимайте этих мышек слишком серьезно. Это просто новогодняя шутка. После этого нужно полить лепестки приготовленным апельсиновым соусом. Донегоход за раз frontline. Музыка. 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 С Vorslaw'ем. Музыка. 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 Я желаю вам приятного аппетита! Субтитры сделал DimaTorzok